Это моя мама Ирина, первая в Украине ресторанный критик, телеведущая, красавица. Самые известные ее проекты, ресторанные новости, путешествия со вкусом, блюда от шефа, были любимы и зрителями, и гурманами, и рестораторами. До сих пор на телевидении нет подобной гастрономической журналистики. Она стала первым в Украине ресторанным критиком. Успела пообщаться с лучшими поварами 20 века. Со съемочной группой объездила полмира. Это парк джунглей на острове Тенерифе. Аппетит здесь отменный у всех. Вот это индонезийский попугай, не канарейка. Но видите, как сражается за сладкий нектар. Они сейчас подерутся, подерутся. У них отличный аппетит, а значит, они имеют право принимать участие в нашем гастрономическом обзоре. Мне сложно говорить о ней «была». Она всегда есть и будет для меня и моего брата Вани. Да, странно говорить про маму в прошлом времени. Почему-то казалось, что она всегда будет. Но время вносит какие-то, и жизнь вносит свои коррективы. И теперь вспоминая, ну как-то про маму вообще, про то, как фильм называется «Секрет Ирины». У меня нет в голове такого понятия, как «Секрет Ирина». То есть для меня она в первую очередь не великая женщина, а великая мама. Этот сюжет можно было бы назвать «Достижение одной семьи». Для меня этот фильм непростой во всех смыслах. Несмотря на то, что я закончила режиссуру в театральном, куда поступила при огромной поддержке мамы, а потом много лет мы проработали вместе в созданной ей телевизионной студии не очень далеко до ее мастерства. Она создавала гениальные документальные фильмы, которые смотрелись на одном дыхании. И так умела раскрыть героев, что не навеки становились ее друзьями. А как брезного аппетита? Пасите аппетита. Да, брезного аппетита. А их истории трогали зрителей до слез. Она режиссер и сценарист с большой буквы. Она выдавала на экран характеры, мысли людей, идеологию, совесть, мораль неслав. Она очень широко работала. Ее наполняли любовью люди, зрители. Я безумно сожалею, что не взяла у мамы интервью. И никто этого не сделал. Всегда только она была с микрофоном, искренне интересовалась собеседником. Аркадий, никто не верил мне, что когда-нибудь удастся все-таки с вами пообщаться и познакомиться. Я думаю, что это надо выезжать, надо делиться опытом, надо общаться. Покажем, расскажем, пришлем, приедем, обсудим. Так что, мама, не суди строго. Мы просто хотим поговорить о тебе. А помнишь, когда мы первый раз поехали в Лондон, мама очень сильно хотела, чтобы мы увидели Европу? Я из этой поездки помню только то, что у нас помимо каждого чемодан, еще у нас была вот такая большая сумка, набитая едой. И там было много консерв и там какие-то хлеб, какая-то краковская колбаса. Мы ехали на автобусе, там, не знаю, какое-то сумасшедшее путешествие было. Двое суток мы едем из Киева в Лондон через Ла-Манш. И это краковская колбаса, такая копченая курица на весь автобус. И мы прям сидели и всем автобусом ели эти консервы. Там где-то в Польше, я не помню. Но мама была такой, на фетерс собрать еды, дать нам, чтобы никто из детей, не дай бог, где-то там на чужбинке не заголодал случайно. Я никогда не думала, что придется маму вспоминать. Всегда казалось, что мама навсегда. Особенно наша мама. Сильная и яркая, она была рядом в самых важных и сложных жизненных ситуациях. Всегда поддерживала, решала наши проблемы и была лучшим другом. Поехали. Весна нечаянно нагрянет. Ой, еще раз, воробеют прям все и сады. Не, не воробеялись. А, воробеялись. Поехали. Весна нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Все, за что она бралась, получалось красиво, качественно, профессионально. Будь то новый телевизионный проект, ужин, ремонт в доме или поездка. Так чисто и вкусно не было ни в одном доме, где мне приходилось бывать. А наши детские дни рождения – это что-то. А אנחנו собираемся без ее簡單. А наши детские дни рождения – это что-то. А мы подписанные нашли поделки. А наши детские дни рождения – это что-то. А онские детские жиров – это что-то. А Stitch, как реакции идут, аami. Анаст constructive печали. Ад Маму в детстве не баловали. Когда ей было полтора года, ее отец трагически погиб в возрасте 24 лет. После этого бабушка очень изменилась. Стала воспитывать дочь в строгости и не стеснялась поднимать на нее руку. Возможно, дочь напоминала ей потери. Бог его знает. Но отношения у них так и не сложились. Вот ту травму, и причем первую колоссальную травму, которую она получила, это в полуторалетнем возрасте, когда погиб ее отец. Практически у нее на всю жизнь сформировался, будем говорить, комплекс ненужности. Во-первых, ее взяли на похороны к отцу. Кстати, вот чтобы там не говорили священники, но всегда стоит подумать, а нужно ли это делать. А он погиб в аварии, попав под самосвал. Ребенок перебегал дорогу, и ран отец, он спас ребенка, он его оттолкнул, а сам попал под самосвал. И представь себе, ну, ее взяли на похороны. Если она мне описывала, вот как выглядел отец, насколько это, значит, было для нее запоминающе, жутко, страшно и травмирующе. И Иру отдают в село к бабушке, в Самойловку. И бабушка твердит все время, сироточка ты несчастная, кому же ты теперь нужна, деточка. Вообще, понимаешь, какая заложена программа? Вот эту трагедию она пронесла через всю жизнь. Отца мамы звали Юрий Петрович Матков. Он был красавцем военным. Незадолго до того, как мамы не стало, она поменяла фамилию и отчество. И вновь стала Ириной Юрьевной Матковой. Я уверена, что если бы дедушка не погиб, жизнь мамы сложилась бы совсем иначе. Ей бы не пришлось всегда доказывать, что она достойна любви, пытаться обратить на себя внимание и выпрашивать похвалу отчима Ивана и матери Тамары, для которой мужчины всегда были важнее детей. И, возможно, мама не добилась бы такого успеха, кто знает, благодаря необходимости доказывать, что она лучшая, она лучшей и стала. Была отличницей в школе, прочла всю мировую классику, разбиралась в истории, цитировала великих, знала наизусть сотни стихов. Излишества барокко, пикассо, мосты над сеной, устрицы с шампанским. Я не устал от бестолковых странствий, от наших вольных мыслей в унисон. Она была очень интересным человеком, очень образованным, очень чувствующим. У нее все было в меру. И в одежде, и в рецептах, и в производстве, в передаче. Все было в меру. Мама от природы обладала феноменальной памятью, аналитическим умом и писательским талантом. Поэтому без проблем поступила в Киевский национальный институт культуры. Стоит ли говорить, что и там она стала лучшей студенткой? И всегда могла постоять за себя и других. Она обладала воинственным характером и остро реагировала на несправедливость. Была членом правкома института. Было заседание комиссии по предоставлению стипендий. Тем около троечка. Тоже помню, волновался дико. Получится, не получится. Она говорит, ничего не бойся, все будет хорошо. Я сидел в коридоре подвели аудитории, она вышла, опять радостная. Игорь, все хорошо, спокойно у тебя будет стипендия. Мы когда сдавали зачет по физ. воспитанию, две девушки крутые из моей группы. Они уже старше меня по возрасту были, крутые. Ихние родители в начальстве, так сказать, летали. Ну а там какие-то села приехали. Они как-то беспардонно относились к нам сельским парням. Ну и они начали меня грязью обливать. И я смотрю, две девушки, подружки-говорушки, неразлучные друзья. И Ирина Буланкина, она была в спортивном, красивом, дефицитном костюме на то время. Она каким-то растяжестым голосом говорила, что вы хотите с Петей? Отстаньте вы от него ради Бога, отставьте вы его в покое. Он хороший парень. Это была встреча в институте в 2002 году или 2005. Началась уже как бы встреча выпускников. И тут мама немножко припозднилась. Нужно было как-то персонально отметить. У нас в гостях Ирина Алцебеева, ведущая. Одна из немногих из нашего курса, вот именно в жизни, достигла определенного конкретного успеха. Она скромно вот прошла, села рядом со мной. Нам разговаривали буклетики университета культуры. Ну я попросил на автограф. Вот она сидела рядом. Вот до сих пор помню вот это. Рада встречи Ирина Алцебеева. Вот этот букет хранил вот просто вот. После института устроилась на работу продавцом в книжный магазин, где также продавали из-под полы запрещенную в то время литературу. Мама брала книги на ночь домой и жадно проглатывала. Она вообще больше всего на свете любила читать и смотреть хорошее кино. В этом магазине мама была единственным продавцом с высшим образованием и незарядными гуманитарными способностями. Это заметила директор и буквально вытолкнула маму на поиски новой работы. Так, оказавшись на государственном телевидении, здание которого находилось на Крещатике 26, мама какое-то время работала администратором. А потом рухнул Советский Союз и жизнь изменилась. Вернулась она сюда уже почти через 10 лет. Возможно, из-за того, что мама всю жизнь испытывала недостаток любви и внимания со стороны близких, все это компенсировалось в детях. Мы купались в ее любви, нежности, заботе. Меня она называла красавицей, обезьянкой, козочкой, Ваню, маминым пряником, мулей, лучшим мальчиком в мире. Перед сном всегда заходила в комнату каждому почесать спинку и убаюкать, даже когда мы уже были очень взрослыми. Она любила повторять «Мне должны выдать медаль за лучших детей в мире». Нас всегда баловали. Жизнь ее принадлежала только своим зрителям и детям. Она детьми не пожертвовала. Она все отдала детям. Я хочу сказать, что она очень любила своих детей. Очень любила она. Ванечка для нее была как ангелочечка. Она мне всегда говорила, что она у меня такая, что вообще отдаст. Ваня такой. У вас была хорошая мама. Я была на курсах в Киеве. Памятаю, как она образилась, когда я приехала. И там у меня были намёри где-то пожить. Цей месяц пока на курсах в другом городе. Как она сразу узнала, где я находлюсь. Приехала, забрала. Потом я пожила у ее семьи. Я ее увидела, какая это мама. Сумасшедшая мама. Она успела все поединивать. И работу, и детей, и турботу, и свои разные проекты. Всего-всего так много в ней было. И одного раза она не успела пойти на батьковские сборы. До Жанночки, до своей. И говорит, люди, ты не можешь пойти? Я говорю, ну так, если можно. Это будет очень хорошо. Ты мне очень выручишь. Ну, я побывала на сборах. Я отримала великое удовольствие. От успехов. От успехов и Жани, и Вани. Потому что, так как и их мама, они всегда были успешными. Чаще всего к Ване приезжала именно мама. То ли у мамы больше всего болело сердце. За ребенком еще не смешлено. Первый раз ребенок без родителей. Нужно костер, еду варить, за собой ухаживать. Видно было, что ему очень тяжело. Но вот то, что мама приезжала очень часто, давала ему дополнительную энергию. И то, что мама восхищается им, говорит ему о том, что он изменился, стал стройнее, стал мужественнее. Давала ему желание, вдохновение продолжать заниматься этим дальше и дальше. Ее приезду, конечно, были рады все дети. Потому что привозила она фрукты, всякое угощение, мороженое. Не только Ване, а и всем детям. Все сразу выглядывали из палаток. Что-то вкусненькое нам уже везут. Моя мама – это психологический курьез. Я не встречала ни разу в жизни женщины, похожей на нее. Она правда очень крутая. И не потому, что она моя мама. Так и есть. Так сочетать в себе твердый характер, организаторские способности, талант, бизнес-хватку с мягкостью, добротой, заботой, умением создавать домашний уют, готовить, быть красивой, не умеет больше никто. Представляю, как сложно брату, ведь все девушки блекнут перед образом мамы. Хотя она всегда поддерживала выбор Вани и вообще его во всем. Главное, чтобы был счастлив. Машонечка! Привет! Привет! Так в нашей семье появилась удивительная девочка Маша. Добрая и веселая, которая была рядом с нашей мамой последний год. Они с Ваней уже не вместе, но нас втроем объединяет память о маме и любовь к ней. Уже там восьмой, девятый класс. Мы смотрели передачи вместе с папой. Папа смотрел там все передачи, которые были. Я только выборочно, где она стояла с кем-то на кухне. Это ирония судьбы. Я поступила, начала работать, познакомилась с Ваней. Как-то я на самом деле не сразу поняла, кто его мама. Как-то все говорили, да вот мама у него там вот это, она готовит. Но никто никогда не называл имен. А фамилия, я же как-то не обращала внимания. Ну, Алсибеев, Алсибеев, ну что? Много однофамильцев в мире. Да, много однофамильцев. А потом уже, когда я увидела фотографии, я с восторгом прискакала домой и показала это папе. Я на самом деле могу рассказывать историю в хронологии вашей жизни. Как для меня звучала история появления гастрономического критика. Грядут лихие 90-е, появляется Ваня. Первый кризис — это отсутствие какой-то еды, ничего такого нет в изобилии, то есть всего очень мало. И первая эмоция, которая там была мне сказана, это то, что, ну вот, мой ребенок заходит на кухню и просит хлеб с маслом и сахаром. А как я ему не могу его дать? То есть вот настолько она мне запомнилась, потому что это вот так было тяжело. Я могу что-то забыть, какая там была хронология. Я точно помню, что она, ну, шила эти куртки. Я не помню, когда это было. То есть это было... В 90-е, конечно. Первая там мотивация — это этот хлеб с маслом и сахаром. Второе, когда начался строиться на Севастопольской площади Макдональдс, и она говорит, я с болью проезжала и думала, мои дети попросят меня купить картошку там или этот бутерброд. И она говорит, вот как я им откажу? Мотиватор дети всегда был. Она и мне говорила, что нет сильнее мотиватора, чем родившийся ребенок. В Деда Мороза мы верили. Ну, вообще, ты помнишь, как приходил Дед Мороз? Помню Новый год, еще мы жили на Андрющенко. И Новый год, и нам звонят типа в дверь, как к соседям, они попросили соседей. И мы открываем дверь, и там на полу лежат две игрушки, вязаные мамой. Ну, то есть там мальчик и девочка. Кстати, очень интересно, где эти игрушки есть. И они с мешками, у каждого мешок, там с этими сникерсами, там с какими-то сладостями вот этими заграничными. Как раз вот этот вот Новый год, когда мы типа верили, что типа Дед Мороз проходил, типа позвонил, но успел, убежал, не успел, там не знаю, что-то, у меня другие планы именно появились. Я помню конструктор Лего для Вани. Я помню, как я ждала каждый Новый год. Я хотела куклу, которая наклоняется, и когда ее наклоняешь, она вот так делает, это всегда все появлялось. Если компьютер розовый, это было всегда что-то такое сказочное. Я знала просто, что все мои желания исполняются, потому что моя жизнь – это сказка. И тогда не очень я понимала, сколько нужно маме работать, что это последние деньги или там единственные деньги. В 90-х баловать детей было совсем непросто. В это время началось выживание. Мама вязала безумно красивые свитера с модными тогда рисунками, вышивала, шила. Все это продавала на рынке. В первых программах можно увидеть много нарядов, созданных ее руками. А какие она шила вещи мне, например, вот у меня была кожаная косуха. Потом, помнишь, были лакированные вещи в моде, лакированные юбки, вот из лака вот этого. Топик такой, куртка красная такая лакированная. Я помню, у меня были одноклассницы, у которых были проблемы с финансами. И я помню, что я эти вещи все, по-моему, этим одноклассницам отдала. Мама делала все для того, чтобы мы с Ваней жили хорошо. Не как все, а лучше. Когда мы подросли, маме исполнилось 33 года, и она пошла учиться на курсы телевизионных журналистов в мастерскую к талантливому Вадиму Чубасову, стоявшему у истоков украинского телевидения. Она села за парту 16-летними девочками, но мама никогда ничего не стеснялась. Цель и развитие превыше всего. Потом на курс к Чубасову в театральный поступила и я. Мама была для меня примером. Я мечтала быть похожей на нее. И ты, и я в том или ином виде были мамиными проектами. И даже несмотря на то, что она как-то не настаивала, но все равно она все вела так, как она это хотела, как она себе это видела. И твое театральное, даже если ты там, не знаю, спорила все равно, все приходило примерно к той точке, к которой мама хотела. Да. Ну и она, как показало время, во многих моментах, конечно, знала лучше, чем мы и чем другие люди. Затем вновь государственное телевидение. Работа администратором, редактором, потом журналистом. И, наконец-то, в далеком 1997 году вышла первая авторская программа «Секреты от Ирины». Добрый день, витаю вас в новой кулинарной программе «Секреты от Ирины». А Ирина – это я. И мне очень поталанило, что я встретила именно ее. Гостем стала украинская певица Нина Матвиенко. Она же и благословила маму в долгий профессиональный путь. И гай кожная жінка, яка сегодня готует для своих коханых вечерей, чеснеданок, прийдет до него и наспевает эту песню. «Вже твоя вечеря пилом припала, уже твоя мила смутненько стала. Вот чого ж ты лежишь? Вставай, езди». Как своеобразный злой рок, маму всю жизнь преследовала чья-то зависть. Коллег, женщин, начальство. Ведь она не только была в кадре, а и быстро поняла, что телевидение стремительно развивается. И это не только искусство, а и прибыльный бизнес. В Киеве открывались первые большие заведения. О них никто не знал, нужна была реклама. Начало маминой карьеры удачно совпало с расцветом ресторанного бизнеса. И понеслось. Конечно, коллегам и начальству ГОСТВ не нравилось, что кто-то зарабатывает, а они нет. Была своеобразная, я сейчас ее обзову, вот это явление, как инквизиция. Преследование людей, которые работают и могут что-то заработать. Съедали людей, которые умели заработать деньги. И все считали, смотрели в кошелек. Уже и так называемые «откаты» не спасали ситуацию. И мама откровенно выживала с эфира начальства. А коллеги просто ненавидели. За этот опыт мама им была очень благодарна, так как он послужил толчком к созданию собственной успешной телевизионной студии. Оно ее душило, эта государственная телевидение. Ей заработанные деньги, она умела ими распорядиться так, чтобы было и качество, и любовь не тиралась. Она за всем следила. Она была человек-мотор, человек-радость, человек-любовь, человек-компьютер, человек-не-робот. Работы у нас было не то, что много, у нас было очень-очень-очень много. Ресторанов было достаточно, мы не знали, как их просто впихнуть физически. То есть у нас была реальная продажа времени поминутно. И мы следили за этим, потому что рестораны ревностно к этому относились. Мы нам обещали типа две минуты, а тут где-то минуты 50 получается. Что-то и то у нас, а мы такие деньги сумасшедшие заплатили. Потом началась сладкая жизнь. Мы снова встречаемся в программе «Солодкое життя», чтобы этого раза просто выпить чаю. Так назывался следующий успешный телевизионный проект. В честь него и назвали продакши-студию «Дольче Вита». А жизнь в те годы и правда была сладкой. Удачи вам и счастья. Смотрите программу «Найсолодшую программу» украинского телепатчика. Зрештою, про найголовніше, до чего мы прагнему пристворенні передачи. Чтобы у каждого, кто был с нами эти півгодины, покращився настрій. Або просто потеплішало на душі. И была придумана передача с загадочным названием «Встречимся вечером». Но это была именно инициатива Ира. Она придумала эту передачу и сказала, что название должно быть вот такое-то. В принципе, это трансформировано «Солодкое життя». Из которого мы убрали все некие гуманитарные сюжеты о людях. А у нас появилась бесплатная колбаса, то есть не бесплатно, а платная колбаса, приложение, где одни рестораны шли безумным бобслеем один за одним. И это был такой ресторанный висник в телевизионном формате. Подобных проектов на телевидении не было. Украина вообще не знала ничего о высокой кухне, мишелейне, культуре питания. Рестораны росли, как грибы после дождя. Развивалась экономика. Владельцы заведений приглашали на работу европейских поваров. И мама вместе с ними узнавала все нюансы этого искусства и рассказывала об этом зрителю. Те люди, которые не могли себе позволить пойти в ресторан, жадно ловили какие-то тонкости приготовления блюд, чтобы воссоздать это дома. Другие же узнавали новые места, куда стоит сходить и что попробовать. Лун Ван в переводе с китайского – повелитель водной стихии. По этой причине в меню этого ресторана такое невероятное количество жителей морей и рек. Ведь не было соцсетей, инстаграма и всего прочего. Мама очень правильно прочувствовала время и потребности аудитории. Появилась рубрика «Ревизор». Это ресторанная критика по пятибалльной системе, где оценивалось первое впечатление от заведения – еда, интерьер и прочее. Я помню, как напрягался персонал в ресторанах, когда мы с мамой просто приходили поесть. Так как они не знали, возможно, мама пришла собирать материал для нового выпуска «Ревизора». Сегодня по ее стопам и в Украине, и в России есть отдельный проект «Ревизор». Но это уже больше реалити – то, чего требует современность. Мама же предпочитала настоящую журналистику. Просто скандал ее не интересовал. Но какой это был «Ревизор». Но какой это был «Ревизор», господи! Все-таки, может быть, кто-нибудь вспомнит, кто начал «Ревизора» Ринал Цибеева. Раз. Конечно, безусловно, после того, когда появился на украинском рынке другой «Ревизор». Я смотрю на это весьма скептически, потому что о чем выворачивать грязное белье, трусить вот этими всеми вещами. Во-первых, не проверяются рестораны, проверяются кафе среднего уровня. Люди, которые ценили высокую кухню, они по априори туда не ходили. Слово «Ревизор» было украдено у Ринал Цибеева. Она вносила туда больше смысла. Она не выворачивала грязное белье. Она учила и делала так, чтобы не боялись, а хотели. Начало нулевых – это был период подъема, который продлился практически до 2010 года. Мама создавала все новые и новые проекты. Ресторанные новости, путешествия со вкусом. Встретимся вечером. И так как зрителей все больше интересовали секреты приготовления ресторанных блюд, появилась программа «Блюда от шефа», где мама вместе с поваром известного заведения пошагово объясняла, как можно дома воссоздать то, что так понравилось в ресторане, и как можно заменить изысканные продукты на доступные. Она шеф-повару давала возможность раскрыться. То есть она никогда не делала типа из серии «давайте действовать по определенному алгоритму». Ты сказал, я ответил, или я задал тебе в рост и ответил, ты сделал все эти движения. Она всегда пыталась развить в шеф-поваре достаточно такую творческую натуру, потому что шеф-пора, они же многие монотонные, они делают свою работу, и он не смотрит ни в камеру. То есть, ну, она мне приезжала, рассказывала про одного шефа, которого она раскачивала часа четыре, наверное, чтобы он вообще стал нормальной перед камерой, что-то начал вообще говорить, не говоря уже что-то готовить. Знаешь, он эту камеру боялся панически, хотя шеф-повар был неплохой. И у нее это удалось. Я думаю, что она многих, в принципе, приучила к возможности вообще сниматься, вообще что-то показывать на телевидении. Вот я помню, вот первые наши встречи, было удивление, она все время там, ой, а это что, это что, это сковородочка, это то. А потом она уже смотрела, а вот там вот было, ну, как, она уже стала разбираться уже, я с ней разговаривал вроде бы как-то с поваром, который, ну, знает, видит и как-то вот чувствовался рост, да. И она была первая, она была, ну, не одна из, ну, как, одна из первых. Потом подхватили другие передачи, ну, именно вот она была первая. Конечно, она бодрила, было такие времена, на что там реально все бодрились, там придет Алсибеева, там, вот, ревизор, ух, там, разговоров было. Тоже этот ревизор, такой предвестник этой передачи, вот как это вот, ну, вот, которая вот там, да, да. Это предтеча этой мегапопулярной, которая сейчас в передаче. Я помню, все там шуршали, там, ну, и, кстати, это хорошая вещь, потому что мы иногда, ну, я иногда использовал так, нам придет Алсибеева, это был дополнительный стимул для того, чтобы все это ускорить, все, что нам надо сделать. Нельзя, нельзя было злоупотреблять, потому что время 3, когда они это забывали, и опять, и так надо убрать, я думаю, у нас перед Алсибеев, все, все, это было, это был хороший допинг. С появлением маминых программ повара стали себя чувствовать практически шоуменами. Они поняли, что то, что они делают, кому-то интересно. Это ценится, что они не просто пашут в жарких кухнях, чтобы люди утолили свой голод. Готовить стало модно, ходить в рестораны обыденно, а не знать, кто такой Мишлен или Пульбакюс, просто неприлично. Украина развивалась, люди ездили за границу, смотрели, пробовали. И дома хотели так же. В данном рецепте моя задача вовремя повара останавливать. Он действительно привык участвовать в международных конкурсах, где все делается четко, быстро, на время. То есть так, тренировка такая. Но мы все-таки, наша задача не на время все приготовить, а чтобы зрители успели запомнить. Быть поваром стало модно. Это уже не как раньше. Плохо учился в школе, пойдешь в ПТУ и работать в столовую. Мама сотрудничала с институтами, которые обучали ресторанному бизнесу. Помогала поварам найти работу. Делала из них настоящих звезд. Ей это искренне нравилось. Она была в эпицентре ресторанной жизни страны. Следил весь город Киев, вся Украина, поверьте мне. Собирались все перед телевизором и смотрели с ожиданием своей части. Сначала просматривая конкурентов, коллег. После, уже ожидая себя, все повара, официанты, все, кто попал в кадр, все смотрели с нетерпением, ожидали всей этой истории, конечно. Она одна из первых. Я могу сказать, на сегодняшний день она одна из самых лучших. Во-первых, она большой профессионал. Профессионал в журналистике и профессионал в кулинарии. Как журналист она вела великолепно и делала вот эти репортажи. Особенно ее голос, который звучал за кадром, был очень приятным. И такой, наверное, единственный на сегодняшний день в том числе голос, который приятно было слушать. Это Париж. Это прекрасное далеко и жизненный аккумулятор для творцов и влюбленных. Париж создает иллюзию того, что вас здесь ждут и вас здесь любят без иллюзий. Помню нашу такую одну из встреч. Мы вместе были, пришли, вынесли маме кофе. И мама пробует, и вот закрыла глаза и говорит, говорит, Натали, это кофе самой правильной температуры. Я говорю, ну в смысле? Она говорит, ты знаешь, кофе не должно быть безумно горячим кипятком и не должно быть холодным. И самое правильное, говорит, это в кофе первый, вот самое важное, говорит, это первый глоток. Вот он должен быть самой правильной температуры и вкусный. Потом уже кофе может стоять, ты уже можешь общаться. Потом оно может быть холодным, ты его же допиваешь и уже потом не настолько важно. Я всегда вспоминаю эти слова. Для меня они как бы стали на всю. Да, пробую кофе, и для меня оно осталось на всю жизнь, это я уверена. В Украине появились крупные ресторанные сети. С ними стал формироваться круг ресторанной элиты, в которой мама играла роль ньюсмейкера. Она путешествовала со своими проектами по всему миру. Снимала самые известные рестораны. Брала интервью у лучших поваров 20 века. Мы бы хотели еще 10 раз, как минимум, встретиться с ним на этом конкурсе, чтобы он всегда оставался таким же молодым, как сейчас. Блю Менталь, Бакюс, Дюкас, Рубешон, Кадриан. Всех и не вспомнить. Столько звезд мировой астрономии в одном месте и в одно время не видел никто и никогда. Жаль только, что среди них нет поваров с Украины. Пока нет. Но мы уже создали прецедент. Мы приехали. Мы, студия Дульчевита, и делаем этот репортаж. Перед моими глазами всплывают яркие и вкусные кадры Англии, Франции, Испании, Италии, Аргентины и других стран. На маминых глазах происходило зарождение и восхождение молекулярной кухни. И замечательно, что Украина тоже может увидеть это грандиозное событие, но только в эксклюзивных выпусках нашей программы «Путешествие со вкусом». В Мадриде она встречалась с основателем этого направления Ферраном Адриа. Ферран Адриа забросил в зрительный зал интригу, как только обратился с вопросом, что такое полиципис, как правильно готовить морского конька и как сделать икру из оливкового масла. После чего начал сотрясать воображение зрителей приготовлением яичной скорлупы из кокосового молока, которая была заморожена в жидком азоте и затем высушена в вакуумной сушке. Шесть лет мои зрители видят портрет Феррана Адриа только вот таким. Шесть лет мы пытаемся проникнуть к вам на интервью. Такой ситуацией маэстро был искренне озадачен и пообещал, что как только получит по электронной почте письмо из Украины, то немедленно на него отреагирует. У нашей страны господин Ферран мало что знает, однако от одного из своих сотрудников слышал, что там живут самые красивые женщины. Мы пригласили шефа проверить это лично и посетить Киев в пору цветения каштанов. А в Москве я присутствовала на съемках первого ресторана молекулярной кухни КОМ. В то время это было просто феерично. Зміст комовских ребусів зводится до того, чтобы людина вгадывала звичні смаки у найнезвичнішому вигляді. При цьому шеф опирається винятково на російські продукты. Нікаких секретів, правда? Нет, а які у мене могли быть секрети? Вот це селедка під шубою. Ну, вот так оно мне выглядит гораздо симпатичніше. Це була ін'єкція такой сметані, настояна на белых грибах. Я готов рассказати все, як це делається. Вмість з ресторанами активно развивалась светська і ночна жінь. Ми поняли, що на телевізйонному ринку ніхто не освічає культуру напитков. Так появився мій проект «Коктейль», продюсером которого выступила мама. С цією програмою я також об'їздила полмира. Ми знімали міжнародні конкурси барменів. Фінал міжнародного сорівновання барменів «Рокхаус» в самому розгарі. Ночні клуби, рецепты коктейлей, светські вечеринки і інтервію зі звіздами. Так як понятие «коктейль» – це не тільки напиток. Проект успішно просуществувал почти шесть лет. Мама освіщала масштабні мирові кулинарні конкурси і виставки. Ну що, спробували суп? Приготовиш такий в Києві? Нескільки раз мама була в жюри Международного кулинарного конкурса среди кондитерів. Одним із організаторів якого був представник компанії «ДДДЖФ» і просто наш друг ЗАЗА. Для них дуже важливо показати талантливих людей, що це не просто кондитери, це художники, це скульптори, люди искусства. І вони создають і передають емоції положительні, тому що еда – це огромний емоціональний заряд, який людина від цього може отримувати. Ірина була максималістка, тому не останавливалась на тому, що там она була в жюри, она в цьому часі таскала всю команду. Разумеється, ми сходили, смотрели лучші заведення. Я не завжди мог бігати за енергічній жінчині, яка успівала все. Помімо программ, мама создавала множество документальних фільмів на кулинарну тематику і не тільки. Особенно їй вдавався жанр «Портрет». Ян Бокум – лучший коптильщик Нидерландського королівства. Як рыба связана з музикою? Музика з нашої деревни. Музика з нашої деревни. Называється «Звук укріа». Несмотря на то, что здесь, в этой коптильні, были многие съемочные групи, практически со всього мира, из Украины мы первые. К примеру, программа «Духовный купол Украины» выходила на государственном телевидении еще долгое время после того, как мама создала свой бизнес. Она не получала за это деньги, но эти работы навсегда остались в памяти зрителей и героев программ. Это было первое мое интервью на телевидении, очень волнительное для меня. Я вспоминаю, какая Ирина была красивая и деликатная очень женщина. Наверное, хорошо, что это было первое интервью именно с ней, потому что были какие-то опасения. Все так как-то прошло благодаря тому, что благодаря ее деликатности, благодаря тому, что не было каких-то вопросов, заводящих в тупик. То есть все было как-то очень-очень и интеллектуально, и в то же время лояльно. Также были созданы документальные фильмы о винных заводах Грузии, Италии, Испании, о различных алкогольных брендах, таких как «Гавана», «Чивас Ригал» и прочих. Она летала в Южную Африку и создала фильм «Шоколад». Я очень люблю эту работу. Также были созданы фильмы-портреты о политиках, деятелях искусства, гениальных врачах. Последняя ее работа – фильм «Портрет» о депутате и создателе курорта «Буковель» Александре Шевченко. Она была сумасшедшим трудоголиком, работала до потери сознания. Но именно за счет такой отдачи она и жила. Когда проектов стало меньше, тогда начались первые признаки какого-то недомогания. Работа давала ей энергию, была необходима как воздух. Она умела пахать как интеллектуально, так и физически. Самолет, потом через два дня – это скоростной поезд, который движется с сумасшедшей скоростью. Гостиницы, съемки и потом опять самолет. Другой континент вообще. За несколько дней мы поменяли несколько точек. С Парижа в Мадрид – это что-то, 400 километров. За сутки мы туда-обратно смотались. На следующий день полететь в Африку и там снимать какао-плантации. То, что касалось работоспособности, это реально был стресс. Смотрел постоянно на Ирину, и я удивлялся, как у нее хватает сил. И не просто она из последних сил. Казалось, у нее еще запас энергии. Такое ощущение, будто ей вообще-то легко-легко все давалось. Маму абсолютно не интересовала Слава. Самым главным для нее было сделать качественный продукт. Разобраться в теме, в материале, в человеке. Ее стимулировали деньги, заработок, но никак не огни софитов. Она мечтала построить телевизионную империю. И передать свое дело мне. И ждала моей поддержки. Я знаю ситуацию, как для нее была важна программа «Коктейль». Как она дрожала. Она никогда не на одной своей программе так не дрожала. Она как запуском пилотной версии «Коктейль». Как у тебя уложены волосы. Как ты говоришь, сколько она тебе на барной стойке или гранта сделала замечаний. Это же уму не выдерживает. Я говорю, слушай, она сейчас расплачется и убежит. Ничего. Она должна знать. Она ничего не должна бояться. Ты считаешь, она была жесткой матерью? Нет, она тебя учила. Если бы она на тот момент тебе сказала «А, Жан, ничего страшного». Вот ты бы не стала такой сильной, ты знаешь, сколько вы всего и она, и ты, и сколько вы всего пережили за последних 10 лет. Она тебя никогда в жизни ни разу не оставила. Вот тут вот такая дилемма. Кем она была больше? Она была, слушай, она была журналистом с большой буквы. Но все-таки, наверное, прежде всего, ты у нее все. Мама всегда искренне удивляли девушки, которые, закончив университет с красными дипломами, приходили к ней устраиваться на работу и не могли написать ни строчки, делали по три ошибки в слове. Все, что их интересовало, будут ли они в кадре. Мама же всегда была равнодушна к пиару, к участию в глупых ток-шоу. Для нее это все казалось тратой времени. Возможно, зря. Возможно, она могла бы добиться большего, если бы притворялась глупее, наивнее. Но тогда бы это была уже не она. На ее визитке всегда было написано «продюсер», а не телеведущая. Ей нравилось созидать, творить, быть хозяйкой положения, дел, бизнеса. Она казалась сильнее, чем была на самом деле. Но об этом не знали ее враги, которых было предостаточно. Что она им сделала? Да ничего, просто женщины завидовали ее успеху, а мужчины и подавно не могли смириться с такой силой. Откровенно говоря, многих на телевидении она просто бесила. Ей перекрывали кислород, выбрасывали программы из сетки без предупреждения, поднимали цены на эфир. В основном это делал известный всем украинцам Юрий Стэц, который и завершил карьеру мамы на телевидении. Если говорить об этом, то, конечно же, был паровоз в этот период, паровозом был Пятый канал. Все ваши проекты фактически размещались там, интернета сильного еще не было. Другой площадки, насколько я помню, Ира не нашла адекватной. А если нет площадки, то, соответственно, нет биржи. Нет биржи, нет денег. Она дальше тянула это все на жилах, мне казалось. Всем казалось, что мама сильная бизнесвумен, тиран, начальник, который может морально уничтожить любого. Та компания, в которой работала, она славилась и славится по сей день крайней жесткостью своей. И те темпы развития, которые были в компании, те люди, которые ее возглавляли и по сей день возглавляют в качестве собственника, это одни из наиболее прогрессивных с точки зрения бизнеса людей и по сей день. Поэтому то, как она ставила свою позицию, то, как она защищала свои территории, свои права, свои действия в адрес этой компании, оно вызывало восхищение. Все, кто работали с ней, всегда ходили по сумке смирно, то есть, да, то есть, а мне все выполняли. Но она, со временем, тоже была отличница. Знаешь, вот все, что она делала, она делала отлично. То есть, она не позволяла себе тоже каких-то там киноляпов, да. То есть, для нее нужно было разбиться в лепешку, но сделать хороший результат. Потому что она дорожила, наверняка, своей репутацией, и это тоже было видно по всему. Я считаю, что активнее ее, но на сегодняшний день никого еще не было, и не знаю, когда ли будет еще. Мне что нравилось и нравится Вере? Она никогда не снялась быть принципиальной и, так мягко говоря, стервой. Она могла сказать, ты что-то делаешь неправильно, хотя ты ей платишь. Понимаешь, это редкость, когда человек, ты платишь, готов платить и готов услушивать. Но она всех расставляла на свои места и всем рассказывала, как должно быть. Я уверена, что каждый из нас, кто выслушал ее замечание и, наступив себе на свое самолюбие, сделал рекомендации Иры, он от этого получил дивиденды. Потому что она видела на шаг вперед. Но только близкие знали, какая она слабая. И что самая большая ее слабость – это доброта, которая ее и погубила. Я не хочу в этом фильме рассказывать, каким образом это произошло. Тот, кто знает, тот поймет. Но многие видели эту доброту и ценили. Она была очень добра ко мне. Всегда старалась меня накормить, чтобы я не голоден был на съемке. «Сядь, поешь!» – говорит. «Нет, сядь, поешь, потом будешь дальше там что-то делать, работать». Она до сих пор статуэтка, которую она нам на свадьбу подарила, стоит на видном месте. Это очень постоянно напоминает о ней. Мой ребенок, которому уже 6 лет, до сих пор спит с Мишкой, которого она ему подарила первый месяц после рождения. До сих пор он спит с этим Мишкой. Ее, безусловная, любовь была безгранична. Мама всегда очень тонко переживала все мои перипетии в личной жизни, поддерживала и давала советы. Тебе давай привет, Жанна. Да, Жанна, тебе привет. Мы тебя любим. Пожалуйста, бросай по-лапковскому, бросай, посылай всех, кто тебя не любит. И я тогда сделаю то же самое. И мы с тобой победим. Сама мама так и не узнала, что такое настоящий мужчина рядом. Человека, который смог бы хотя бы дотянуться до масштаба и силы ее личности, так и не нашлось. Хотя ей очень хотелось хоть раз почувствовать себя слабой женщиной. Свой предпоследний день рождения мама провела со мной в Калифорнии. Это было ее первое посещение Америки. И она радовалась как ребенок. Как вам нравится в Лос-Анджелесе? Ой, да, если есть рай на земле, то это Лос-Анджелес. Ой, это Аллея Славы в Голливуде. Вот это пирс по-классам. Вот мы на нем стоим. И тут еще куча-куча звезд впереди. Ким Бессингер, да, вот это вот тоже она. Вот, и мы идем дальше. Интересно, кто там дальше. Ну, вообще кайф, конечно. Америка, вообще кайф. Америка, она другая. Ага, хорошо. Абсолютно не похожа по фразе. Мне Лос-Анджелес понравился не сразу. Город открылся примерно через 4 месяца. А вот мама влюбилась в него с первых минут. Это такая самая знаменитая обсерватория. И, наверное, только сейчас я понимаю, как классно здесь жить. Я понимаю, что лучшего, наверное, места на земле нет. Блеск и нищета Голливуда впечатляли. Мама вдохновленно делилась планами на будущее. Мечтала о новых путешествиях. Ой, я должна еще поблагодарить там, где я не была. Я очень хочу побывать в Новосибирске, в Австралии и в Форту Рик. Особенно мне запомнилась наша поездка в винный регион Калифорнии, долины Напа и Санома. Посмотри, как хорошо с утра начать пить шампанское. Особенно здесь, в Напе, сбылась моя мечта увидеть, как выращивают калифорнийский виноград. Ну как же, так же? А? Так же. В принципе, да. То есть можно было не ехать. Ну мы так далеко заперлись. Больше всего маму впечатлила винодельня Роберта Мандави. Об этом она написала статью и опубликовала в Фейсбуке. Она просто не могла не писать. Мы мечтали, как я заберу маму в Америку. Появятся внуки, и мы будем гулять по пляжам Санта-Моники с колясками. Но не случилось. Вспоминаю, как нам никак не попадалась хорошая еда, даже в моих любимых заведениях Лос-Анджелеса. Но маму это лишь забавляло. Даже когда она нашла перчатку в салате. Это было очень смешно. А в итальянском ресторане пасту и ризотто меняли для нее раз в пять. Мама очень радовалась, что я в городе Ангелов. Там тепло, красиво. И все у меня есть. Кроме мамы. До последнего момента мама была настоящей женщиной. Когда приходила к новым врачам, они не могли поверить, что она больна. Читая ее диагноз, а потом поднимая глаза на эту яркую, энергичную, цветущую женщину, они думали, что это какая-то ошибка. Это и правда ошибка. Мне до сих пор кажется все неправдой, что и произошел сбой в пространстве, что я проснусь, и мама есть. Я была у многих экстрасенсов, шаманов, и у кого только не была. Все в один голос твердят, это не ее судьба. Она должна была дожить до глубокой старости. Это порча. Сама же мама говорила, что безумно сожалеет, что доверилась и не Петровне Панасюк, врачу-травнице. Именно она своими пустыми обещаниями вылечить серьезную болезнь без операции, травами и гомеопатией, довела ситуацию до той стадии, когда традиционная медицина была уже бессильна. Это урок всем. Она пришла, села на летнюю террасу. Я была в кабинете. Ко мне прибегает администратор и говорит, у вас там какая-то женщина спрашивает. Сказала ваша подруга Ира. Я еще думаю, я ни с кем бы не договаривалась. Вот он меня зовет. Говорю, сейчас я вот доделаю, что-то я там досчитывала. Я еще минут 10-15 досчитала. Выхожу, смотрю, Ира сидит. Я говорю, Ира, знала бы, что ты. Уже бы не досчитывала, выбежала. Как всегда, чуть-чуть похудевшая, но такая красивая. Как-то так обо всем мы поговорили. Потом вышел к нам Белик. Уже салат она этот попробовала. Мы ее... Она пришла, говорит, ну давай выпьем вина. Вот Жанна скоро приедет, и мы все пойдем в Фабиус. Вот приедет Жанна. Я говорю, да, вот как только приезжает, ты мне звони, говорю, я поеду с вами, куда скажете. Ну, не сложилось. Я на тот момент, и мы ее даже с Беликом в машине провожали, ну, немножко похудевшая, но она настолько реально красивая, всегда эти волосы ухоженные, накрашена, маникюр, одета с иголочки. До последнего держала марку. Она долго и очень достойно боролась с болезнью. Однажды ей приснился сон, что у нее трое внуков, и она ставит с ними сказку «Три поросенка». И всем родственникам они продают билетики на домашнее представление. Мама обещала выздороветь и варить самые вкусные каши по мишленовским рецептам нашим детям. Мама нас никогда не обманывала, и мы верили. Я даже спокойно улетала в Америку. Мама никогда не проигрывала. Я знала, что она сильнее любых диагнозов, и что ее энергия воина способна творить любые чудеса. Так в чем же секрет Ирины? Ее личности, харизмы, успеха. Секрет Ирины в том, что она была справжней. Она очень сильно интуитом была. Невозможно достигать чего-либо в жизни большого, если ты не интуит. Ее секрет, мне кажется, для меня так и остался секретом. В том, что она любила то, что она делала. В ее большом сердце добром. Секрет она тебе передала. Бесловно, я его не знаю. Секрет Ирины в ее детях. Для меня секрет Ирины – это любовь к детям, к профессии, к жизни, ко всему, что она делала. Она всегда искала любовь, в то время, как она сама и есть любовь. Не всем дано оценить такой дар. Только со временем осознаешь безграничность этого чувства. «Мама, мы тебя любим». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова